Пропажа маленького ребенка обернулась большим переполохом в Канавинском районе. Двухлетний малыш исчез вчера в 2 часа дня, но только в 9 вечера мать заявила о его похищении. Она сообщила, что похитил маленького Артема сосед-наркоман и требует выкуп. В ночных поисках были задействованы и полиция, и волонтеры, и только в 4 утра ребенка нашли. Сейчас он уже дома, а соседи рассказали, как произошло это похищение. Соседи говорят, что вот здесь, прямо около крыльца гулял. Она в магазин ходила, и в этот момент Саша ушел с ребенка. С нее денег хотел поиметь. За ребенка. Он кругом должен. И за счет похищения ребенка, я так думаю, что он решил обогатиться. Не надо телевидение. Я так опозорилась на всю округу. Мама, она в принципе нормальная, только выпивает иногда. Увел в 12 часов. В 9 только его стали искать. Вечер. На автозаводе они были, там нашли. А как он туда попал? Откуда я знаю, как он уехал, наверное, как он туда попал. Саша, как бы он ночью стоит, бьет, кольца. У нас постоянно пропадают вещи из квартиры кого-то. Его постоянно кто-то ищет, он постоянно кому-то денег должен. Он постоянно приносит домой ворованные вещи. Он соседку здесь сбил, украл у нее телевизор, отсюда будет. Он, я не ожидаю, что у него в мозгу переклинило, и он мог ребенка не бросить или что-то с ним сделать так же. До какой поры люди, обладающие справкой о психическом расстройстве, будут находиться в обществе? Нам чего дальше ждать? Что он завтра возьмет нож и кого-то зарежет? Повторюсь, что сейчас ребенок находится дома, а наркоман-похититель, его фото вы видите на экране, задержан и сейчас дает показания полицейским. Но вот что интересно, из его слов следует, что мать сама оставила ему ребенка, а он просто не предупредил ее, увозя малыша в другой район. Было это именно так? Или же у него что-то замкнуло в голове, он стал требовать выкуп? Как говорят и мать, и соседи, это один вопрос. А вот второй, почему мать оставила ребенка с таким человеком? На данный момент в действиях данного мужчины не усматривается какого-либо преступления, исходя из того, что ребенка доверила ему непосредственно мама, которая попросила его находиться с ребенком. Да, он не предупредил маму о том, что уедет с ним в другой район, однако и мама свои обязанности по воспитанию ребенка тоже осуществляла ненадлежащим образом, так как оставила своего малолетнего сына с малознакомым мужчиной, который ранее привлекался к удаловленной ответственности и также находился в состоянии алкогольного обвинения. Факт в том, что доверить ребенка психически больному человеку никто, наверное, не доверит, даже на 5 минут оставить. По мне, да по нормальной. А вот на маме похищенного ребенка эта история может отразиться не самым лучшим образом. Уже сейчас на нее составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. И в Комиссии по делам несовершеннолетних будет рассмотрен вопрос о целесообразности лишения ее родительских прав.